Двадцать талантливых школьников. В техническом университете их называют наследники Ползунова, получили сертификаты об окончании обучения. К слову, этот выпуск первый. Чему научились, какими научными разработками ребята уже могут гордиться и что кроме сертификата дает учеба в центре? Об этом поговорим сегодня с Николаем Белоусовым, деканом факультета довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета и выпускницей центра Полиной Поповой, которая в этом году заканчивает также 126-ю школу. Я не ошиблась? Здравствуйте, Николай Александрович, здравствуйте, Полина. Добрый день. Вот что вы почувствовали, Николай Александрович, когда учеба закончилась? Ура, скоро следующий набор или ура, у нас будут новые талантливые студенты? Или, может быть, вообще что-то другое? Первое, радость за ребят, что два года эти ребята у нас учились в центре. Центр создан два года назад, что ребята закончили, довольны тем, какое образование они дополнительно получили с помощью наших преподавателей и фонда Мельниченко, который организовала, помогло организовать нам этот центр. И мы, ребята, просили, какие УЗы они будут поступать, и мы увидели, что почти все ребята выбрали очень солидные университеты. Значит, ребята уверены в себе, значит, есть хорошая основа, значит, у них все получится. А кто-то к вам собрался поступать? Да, к нашей радости. Восемь человек однозначно сказали, будут поступать. Из двадцати, но это много. Только в политех это много, но еще шестеро сказали, что политех рассматривают в качестве университета, куда они тоже, в принципе, не против поступить. Поняла. Полин, а ты что почувствовала, какие у тебя были эмоции? С одной стороны, это, конечно, радость о том, что все закончилось. В политехе я обучалась два года, за это время мы углубленно изучали физику, химию, математику, а также учились решать всякие нестандартные задачи, которые нам помогали для Олимпиад. Я очень рада, что я закончила все-таки «Наследники Ползунова», так как это будет огромным фундаментом для моей дальнейшей жизни. А грустно было? Немножко, да, что школа заканчивается, и это все тоже закончилось, и теперь будет новая взрослая жизнь. Но ты уже к ней готова психологически? Психологически, конечно, да. А вот, кстати, Николай Александрович, все ли те, кто два года назад поступил к вам, дошли до окончания или кто-то отсеялся? Конечно, всем учиться у нас очень трудно. Программы достаточно суровые, серьезные. Поэтому ребята потихонечку и не справляются, и по разным причинам. Либо переезжают другие города, либо чуть-чуть меняются приоритеты. А сколько набирали человек изначально? Ой, мы ведь добирали постоянно. У нас по годам, я сейчас сходу не могу сказать, в этом мы вообще 400 человек с 5 по 11 класс набираем. Ну, а вот этот набор был сравнительно небольшой, где-то около 30 человек. Это именно потому, что первый был? Это был пробный. Мы учились, учились работать, что называется, с колес. Программы разрабатывали на ходу, вместе с ребятами их отрабатывали, оборудовали аудиторией. Вместе с ребятами мы учились. Поэтому это были наборы еще в том году небольшие. Особенно на старших классах. А кого вообще берете на учебу в центр? Только отличников или... Нет. Во-первых, заявления подают все желающие, кто узнает о нашем центре или до кого молва донесла уже хорошую информацию о центре. Наверное, знают многие. Нам хотелось, чтобы знали все в Варнауле. Если вот в этом году мы будем набирать очень много ребят в 5 класс, у нас программа-то 7-летняя. Дети обучаются с 5 по 11 класс. То есть не только старшеклассники. Я почему-то думала, что только старшеклассники. Нет, с 5 класса. Предполагается, что мы в течение 7 лет детей учим. Мы учим глубоко, фундаментально, с тем, чтобы уже на выпуске в 11 классе они были, ну, можно сказать, уже учеными. Мы набираем 90 человек. Естественно, на конкурсной основе будет выполнение соответствующих тестовых заданий и собеседование, на основании которого ребят, предрасположенных к интеллектуальной деятельности и к изучению естественных наук. Мы наберем и начнем с ними занятия. В 5-6 классе учиться будет не так просто. Дети одновременно должны будут, намного раньше, чем в школах, осваивать одновременно физику, химию и более глубокую математику, чем в школе. А сколько раз в неделю проходят занятия? По каждому предмету, если говорить про 5-6 класс, для каждой параллели, для каждого возраста разное количество занятий. Это 2 часа физика, 2 часа химия, 2 часа математика. То есть достаточно много. Это же нужно еще совмещать с учебой в школе, я так понимаю. Тем более, что очень многие ребятишки, они же одновременно еще учат иностранные языки, занимаются спортом и музыкой, поэтому... Должны взвесить свои силы, и они, и родители. Да, должны и сориентироваться строго, выбор сделать правильный. Ну, а ребята справляются. Понимаете, нам нужны ребята вообще-то всесторонне развитые. Тем более, что вот, когда детей мы продвигаем на международные конкурсы, то там очень серьезные требования. Дети должны владеть языком хорошо, кроме предмета своего. Дети желательно должны в какой-то области художественного творчества быть развитыми, коммуникабельными и так далее. То есть мы готовим тренировоботов. Мы хотим, чтобы здесь росли, достойно росли ребята, очень эрудированные, всесторонне развитые. Угу. Полина, к себе вопрос. Я знаю, что ты любишь химию, да? Я права. В центр пошла в свое время, потому что школьных знаний не хватало тебе? Или другая какая-то была причина? Вообще, любовь к химии с детства мне привели родители. У меня мама закончила АГУ-химический факультет, а папа ЛГТУ-химический факультет. А кем они работают? Просто вот мне интересно. Они работают на заводе ООО РТИ. Вот. И с детства они говорили мне, что вот химия, какая наука. Все рассказывали о ней. И в такой семье было полюбить химию, но просто невозможно. Поэтому по телевизору увидели о центре, и мама же сразу сказала, что нужно пробовать, нужно проверять свои знания, вдруг что-то получится, и вот. Мама сказала, ну ты-то сама хотела? Да, я очень загорела желанием, когда об этом узнала, потому что я хотела изучать химию именно углубленно. Угу. Я поняла. А что вот ты изучала конкретно, да, вот за то время, за два года, что ты училась? За что могла бы педагогам центра сказать спасибо? Может быть, кому-то персонально? Мы изучали углубленно физику, химию и математику. Хотелось бы сказать спасибо нашему педагогу по химии, это Бевшеву Александру Анатольевичу, за все знания и опыт, которые он нас вложил. Это бесценно, и в будущем нам это очень пригодится. Угу. Не разочаровалась? Нет. Ясно. Знаю, что на вручении сертификатов, Полин, многие ребята представляли свои какие-то научные работы. Ты тоже представляла? Да, в этом году у нас проходил конкурс научных проектов под названием ДНК, и я также выступала со своим проектом. Цель моего проекта – это было изучить ростостимулирующие свойства продукции, полученные путем баратормической переработки отходов растительного происхождения. А вот можно как-то нам немножечко объяснить более понятным языком? Сейчас в Алтайском крае большое количество отходов именно растительного происхождения. Их либо сжигают, либо вывозят на свалки, и они скапливаются, и они очень долго именно перерабатываются сами. Мне кажется, это очень актуальная сейчас, кстати, тема по мусору. Да, и вот именно метод взрывного автогидролиза, которым мы обрабатываем данные отходы, он позволяет получать из лузги зерновых отходов какой-то ценный материал, который может применяться, будь стимулятором роста, может быть, даже строительным материалом или кормовые добавки для животных. То есть, в принципе, твои вот эти все разработки, их можно применить в реальной жизни, да? Да. Или уже даже применяются? Да, мы уже применяем, мы уже связались с аграрным университетом, и будем тестировать на полях. Понятно. Николай Александрович, какие бы вы еще работы отметили, вот каких ребят, может быть, кто-то из ребят вас вообще поразил? Да, Полина заняла, ее работа заняла третье место, да, нынче. Оценивали, пригласили очень солидных ученых, профессору из Московского госуниверситета и ряда других московских вузов, только они оценивали работы на этом детском и учебном конкурсе. А это было как защита, да, или нет? Да, это было защита. Как окончание? Нет, это был конкурс, в котором участвовали дети всех возрастных групп с пятого по одиннадцатый класс. Их очень много, 60 проектов выдвигали. Это не только наши, это все образовательные центры фонда Андрея Миличенко. Это Невинномыск, Новомосковск, Кузбасс. Активно представлен был БИС, Крупцовский и Барнаул. Наши ребята выступили, в общем-то, достойно, молодцы. И в области робототехники, и в области физики. Кривобоков Кирилл первое место занял, в частности, ну, известный уже жителям города Барнаула Миша Лисовой. Удачно выступил со своим проектом. А вот про Мишу немножечко подробнее. Он что представлял? Я сейчас сходу не могу вспомнить его работу. Он каждый год делает новые проекты. Полина, ты не помнишь? Ну, я точно не помню. У него, по-моему, что-то либо с радио, либо что-то... Ну, в общем, поняла. Тоже талантливый парень. Очень серьезный, очень глубокий парень. Поэтому он и дальше, я думаю, будет разрабатывать проекты, которые, наверное, цены не будут скоро. А хотели бы вы себе вообще таких студентов, но мы уже поговорили, конечно, о том, что ребята, там многие пойдут к вам, но, в принципе-то, с пятого класса вы готовите именно для себя в большей степени? Мы создаем условия для развития ребят из, ну, так называемой глубинки нашей. Рассчитываем, что ребята правильно определятся со своим выбором. У нас желание одно. Нам бы очень хотелось, чтобы эти ребята пошли в область естественных наук, в науку и инженерные технологии, чтобы разрабатывали. Какой вуз они закончат в наших интересах, чтобы и наш вуз. Но если ребята выберут профессии, которые в нашем университете нет, то мы только благословляем их. А что-то подробнее все-таки. Какие конкретно предметы в центре изучают? В центре мы набираем группы на физику, химию, математику. Параллельно с ними для желающих ребят изучаются, ну, или осваиваются олимпиадные технологии или задания по всем трем предметам. Мы с пятого класса приступили к освоению программирования. Дети с пятого класса очень серьезно уже осваивают и не азы уже, а программирование. И робототехника. Все желающие дети, все желающие могут параллельно заниматься техническими проектами, ну, естественно, очными проектами. Благо, лаборатории есть, специалисты есть. Преподавателей тоже достаточно? Да, естественно. У нас же со всего города преподаватели. Мы и школ берем, и соседних с нами университетов. Большая часть политехники, но тем не менее, со всех вузов города у нас есть преподаватели. Ясно. Когда следующий набор уже в ближайшее время? И сколько человек планируете набрать? Вы мне так немножечко сказали? Так, возможности центра сегодня, это 750 детей мы можем обучать. У нас сейчас, после выпуска, где-то 350 детей. То есть еще очень много. Мы переводим на следующий год обучения. В августе, в течение августа дети, родители могут прийти к нам в центр и до 27 августа подать заявление на участие в конкурсном отборе. А прийти или это онлайн как-то можно сделать? Нет, прийти, приехать в технический университет, в корпус пищевых производств. Какая жители Барнаула? В наш центр. Это жители Барнаула, Новоалтайска и пригородов Барнаула, которые могут самостоятельно ездить в город на занятия к нам, в политех, потому что занятия проходят только в очной форме. И в первую смену, и во вторую могут идти. Мы набираем 90 детей-пятиклассников и ведем добор во все классы, всех остальных уровней после того, что произошел некоторый отсев в течение года по разным причинам. Ну и я напомню, наверное, что это все-таки бесплатное обучение. Да, обучение в центре строго бесплатное, а возможности для самореализации детей почти уникальные. А появятся ли в программе обучение какие-то новые предметы? Или все вот у вас наработано традиционно? Предметы новые появятся, но мы теперь будем вводить предметы только после того, когда создадим соответствующую материальную базу. Без этого вводить новые предметы мы пока не будем. Нам надо сейчас отработать технологии серьезной глубокой работы по существующим программам. Полин, ну ты же школу заканчиваешь, уже сдала все предметы, которые тебе требуются для поступления. Ты-то куда будешь поступать? Я планирую поступать на химический факультет ЛГТУ. То есть тоже, в общем, будет ваша девушка? Да. Уже выбрала, определилась. А Полину как-то без экзаменов возьмут? Или они будут учитываться? Или ей какой-то бонус все-таки? А зачисление по закону об образовании во все УЗы идет только по результатам ЕГЭ? Или вне конкурса это победители олимпиад, которые входят в перечень? Ты у нас победительница в олимпиадах? Я участвовала в многих олимпиадах, но не данные, которые в политехе. Ну я думаю, что все у тебя будет хорошо и все получится. Большое спасибо, что вы к нам пришли. И желаю вам удачи и тебе при поступлении, но и новых вам талантливых ребят. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня мы говорили с Николаем Белоусовым, деканом факультета довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета и выпускницей Центра «Наследники Ползунова» Полиной Поповой. Субтитры создавал DimaTorzok